В Краснодарском крае продолжается спартакиада Черноморского побережья «Мир без границ» среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Стартовала она в начале года. За это время спортсмены уже проверили свои силы в ботче, сплавании, легкой атлетике. В минувшие выходные участники спартакиады приехали в Славинск-на-Кубани. Здесь прошел седьмой этап соревнований. Победителей определяли в таком виде спорта, как настольный теннис. Подробности в следующем материале выпуска. Спартакиада Черноморского побережья «Мир без границ» проводится ежегодно. Ее главная цель – дать возможность людям с ограниченными возможностями здоровья, активно проводить время, общаться с единомышленниками, поддерживать свою физическую форму и, конечно же, достигать высоких результатов в спорте. Основная цель, конечно, это, прежде всего, первое, социализация таких людей. Второе, вообще, философия нашей организации в том, чтобы дать возможность таким людям развиваться. Благодаря, в том числе нашей спартакиаде, они сейчас попали. Кто-то есть в сборной края, Краснодарского края, кто-то есть в сборной страны. И эти ребята получают уже стипендию за то, что находятся в сборной края, за то, что приезжают, выступают на соревнованиях. То есть, ну, это огромный-огромный плюс. Спартакиада проходит в течение всего года по восьми видам спорта. В Славянск-на-Кубани спортсмены приехали, чтобы определить сильнейших в настольном теннисе. За лидерство боролись паралимпийцы из 14 муниципальных образований. Всего более ста человек. Настрой боевой. В Славянск мы очень любим приезжать. Здесь очень тепло встречают, организация хорошая. Поэтому приезжаем с удовольствием. Ну, пока две победы. Дальше будем бороться. Паралимпийскую команду Славянского района представили 18 спортсменов. Наша землячка Наталья Павлюкова является мастером спорта международного класса, мастером спорта России по плаванию. Но настольным теннисом тоже увлекается. В спартакиаде она решила принять участие не столько ради победы, сколько ради общения. Ну, больше всего это что? Это общение, потому что мы тренируемся только у себя. А тут можно пообщаться с тем, кого очень давно не видел. Главное – участие, а не победа. Ну, если даже что-то займу, будет приятно. По итогам соревнований в копилке наград у славянской команды одна медаль. Серебро завоевала Елена Татаркина. Спорт ПОДА. Завершится спартакиада Черноморского побережья «Мир без границ» в декабре. Тогда и будут подведены ее итоги. Лучшие команды и спортсмены будут отмечены кубками и медалями. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Субтитры делал DimaTorzok. Продолжение следует...